Всем привет, с вами Глент, и вы на вашем канале, ребята, я решил устроиться на нормальную работу. Всё, приплыли. Вот ютуберы, это что? Это просто сидишь вот перед камерой, много разговариваешь, даже не устаёшь вообще. Надо пойти и поработать как человек, понимаете? Мне всегда так говорят люди. И я решил сегодня пожить в этой шкуре обычного нормального работника. Если что, ребята, я не родился золотой ложкой в зубах, сразу говорю. Я работал много где и много кем. Я уже вам это много раз рассказывал, но ещё раз расскажу, чтобы монтажёру было послажнее материться в ролик и вставлять картинки профессии. Итак, погнали. Водитель есть, грузчик есть, продавец есть, цветы возил. Ну тоже какую-то картинку надо будет найти. Блин, походу всё. Ну слушайте, тоже неплохо, 4 професи, а ещё и блогер, естественно, сюда. Короче, много кем работал. И сегодня у нас будет игра под названием Wobbly Life. Вот такая вот игрушка. Здесь очень много разных достижений. Это полноценная игра, где есть симулятор большого количества работ. Я думаю, что будет очень интересно поработать на нормальной работе. А ещё, ребят, напишите в комментах, кем бы вы хотели работать. Вот интересно даже узнать. У кого какая мечта? Кто кем хочет стать? Совет. Если где-нибудь застрянешь, нажми кнопку возродиться в меню паузы и окажешься в ближайшей точке. Представляем Wobbly Life ранний доступ. Это бета-версия. Спасибо, что играете Wobbly Life в раннем доступе. Мы ещё продолжаем разработку, поэтому сообщайте нам о любых ошибках. Ладно, ладно, ладно. Ребят, я не устраивался бета-тестером, да? Я не буду вам сообщать об ошибках. Я хочу просто поиграть на разных работах. О, тут кто-то кушает с желе, прям очень громкий, какой-то дед. Слушайте, я думаю, нужно знакомиться прям сразу с миром. Нажимаем мир и погнали. Мы внутри какого-то здания, мы сидим, играем в игры. Погнали. Локальная игра, новый персонаж, вот этот вот. Хочешь пройти обучение? Да, да, давайте пройдём обучение. Потому что мы будем сейчас обучаться всей работе мира, прикиньте. Итак, про что эта игра? Где-то в укромном уголке Потрясного острова играет чел в игры, да? Вот просто играет ему весело, с геймпадиком, кайфует. И тут врывается бабка в комнату. Что мы тут делаем? Она показывает левой рукой на календаре, написано «Дней без работы». Сколько мы провели? Очень много, ребята, целый месяц мы уже не работаем. Я так понимаю, если отмотать этот календарь назад, там ещё тоже всё будет в крестиках. Мы не работаем, а ещё у нас скоро день рождения. Обалдеть, посмотрите. Да, мы супер-мегалентяи. Надо работать, нужно зарабатывать и слазить с шеи родителей. Я согласен. Ой, о, стоп. Чего? Меня бабка выкинула за дверь, посмотрите. Я улетел. И слева, снизу у нас такая огромная карта. Бабка говорит, хорошо, давай начнём. Встань с пола. Окей, я встаю, как я встаю? Опа, я встал. Всем привет. Отлично, теперь посмотри вокруг. Так, давайте посмотрим. У нас полноценный мир такой огромный, очень круто, нравится. На букву М у нас открывается карта. Какой это огромный мир! Зацените, о май гад. Это очень интересно. Отлично, теперь прогуляемся немного по округе. Так, нажимаем на В, идём вперёд. А, всё? Мне даже не дали погулять. Прекрасно, теперь найдём первую работу. Бабка сразу заставляет работать, я ещё даже не погулял по этому району. Ладно, ладно, окей. Давай поговорим с этим тряскунчиком. У тряскунчиков с восклицательным знаком над головой есть для тебя работа. Да что вы говорите, я сам могу найти работу. Иди и поговори с тряскунчиком через дорогу. Ладно, ладно, что ты хочешь, тряскунчик? Что тебе надо? Он, я так понимаю, даст мне первое задание. Доставщик желе. Следуйте к отмеченному месту, возьмите желе, принесите желе мистеру судню и всё, да? Окей. Работа приносит деньги, это самое приятное, ребята. В работе самое приятное это зарплата, естественно. Окей, принимаем работу и погнали. Нам нужно добраться до торгового центра. Окей. В принципе, карта у нас есть, стрелочка покажет куда идти, а я могу не пешком, а вот, например, на машине. Я могу или нет? Блин, нет, походу нужно только пешком ходить. А на букву Х у нас написано тряпичная кукла, это что? Я упал. На букву Х мы можем падать просто вот так вот замертво. Перепрыгивать заборы мы можем, побежим в облимол, мы бежим. Слушайте, налево смотрим машин, нет, направо смотрим машин, нет, никто меня сбить не может. Это наша первая задача, это по факту курьер. Я устроился курьером, ребята, вот так вот. Мне просто нужно бегать и работать. В этом ничего сложного, я думаю, нет. Вход в магазин у нас вот здесь, желешка где-то справа, хорошо, погнали, заходим. Двери у нас откроются, здесь металлоискатель, чтобы никто ничего не украл, то есть красить с магазина нельзя, запоминаем. Мы хоть и курьеры, но мало ли нам скажут, устроиться на работу вором, мы против. Первым делом нужно забрать наше желешко сюда. Используйте левую кнопку мыши, либо правую кнопку мыши, чтобы вытянуть руки и удерживать их так, чтобы что-нибудь взять. Окей. Попробуйте взять желе. Все, я взял желе. Я могу нести только в правой руке, либо в левой руке, а еще нам бабка сказала, что мы можем воспользоваться машиной. И для того, чтобы машина была полезной, мы можем вот так вот открыть багажник, подойти только как. Оп, открыл, отлично. Теперь мы можем положить сюда желешку нашу. Ой, фу, такой звук у него. Желешку мы положили, теперь закрываем багажник. Э, как закрыть? Надо прицелиться и... О, закрыл, отлично. И теперь мы реально полноценные курьеры. Капец, я реально курьер. Первая моя работа, кем я устроился работать, это курьер. Ладно, поедем по газону, ничего страшного, сократим. Ой, ой, это вы не видели. Ребята, так, договариваемся, вывод этого, то, что я забор сломал, у меня нет денег. Я только что устроился на работу, но давайте я потом восстановлю этот забор. Теперь мы приехали, достаем наше желе из багажника. Только как, е-мое, оп, ой, ой. Слушайте, немножко багажник желе испортили. Стоп, я что, я... О, у меня испортился желе. У меня желе в багажник залезло, я не могу его достать, сотрите, я на нем вишу. Нет, это моя первая работа, пожалуйста, не надо. Стоп, пожалуйста, ну нет. Ну, мужик, вот твое желе, забирай сам. Ну нет, ну нет, ну пожалуйста, отдай, 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 дурацкая машина, это мое желе. И что, мне назад за желе, что ли, ехать? Подождите, давайте проверим, может быть, я могу взять второе желе, потому что мое первое желе, как вы видите, все. Ему хана. Ой, я еще тут пожарный гидран сломал. Ну, ребята, я на стрессе, я тут, конечно, все сломал. О, желе выпало. Где оно? О, отлично. Я уже в руках донесу, пофиг. Потому что если оно опять застрянет, оно и так уже все в земле, вонючее. Ну, ничего страшного. Дед доест, реально. Бежим, 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 бежим. Мистер, держите ваше желе. Сколько мне, интересно, заплатят? Работа сделана, спасибо за желе, мне говорит мужчина с усами. 40 долларов? И нам дали шляпу желе. И перед тем, как продолжить, бабка говорит, погодите, только сначала положите деньги бан. Банкоматы есть по всему потрясному острову. Чтобы сохранить деньги, внесите их на свой счет через банкомат. Хорошо. Давай, мы взяли, принесли и положили, реально. А теперь примерь новую шляпу. Передеться можно в гардеробе в твоей спальне, он тоже там есть. Как закончишь, выходи на улицу и похвались своей новой шляпой. Хорошо, пока что задание легкое. Похвастаться своей новой шляпой. Если это все, мне можно будет дальше играть в компик, бабуля, вообще я с радостью. Бабуля на летние каникулы приехала, она меня заставляет работать. Ну, понятно, не так она меня и любит. Да не, ладно, шучу, на самом деле, ребят, работать надо, работать это полезно. Я полноценно работал с лет 15-14, поэтому да, это правильно. И теперь у нас новая шляпка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ха, прикольный я такой челик. Слушайте, у меня тут даже гитара есть, я ее уронил. Ладно, неважно, мы продолжаем работать, потому что у нас игра про симулятор такого разнорабочего. Отлично выглядишь, говорит мне сосед. Спасибо. Бывают же такие милые трескульчики, говорит бабушка, теперь давай посмотрим на мини-карту. Да, мини-карта огромная, по всему острову есть разные вакансии, чтобы найти работающие и соответствующие значки на карте. Хорошо. Этим символом, символом доллара, отмечены места, где можно положить деньги на счет. Да, я понял. На острове много магазинов, в них можно покупать одежду, питомцев и транспорт. Слушайте, а вот транспорт это хорошо. И если накопишь достаточно денег, можешь купить собственный дом и съехать от бабули и играть сколько хочу. Ура! Я хочу. Но перед этим, конечно, нужно зарабатывать деньги. Чтобы открыть карту на весь экран, нажми букву М. Хорошо, это я знаю. Думаю, ты уже достаточно знаешь. Иди и сделай так, чтобы бабуля тобой гордилась. Да что ты говоришь, бабуля? Ты могла ей просто так гордиться, потому что я вкусно кушаю. Вот у меня бабушка много гордится, когда я толстею. Вот я сейчас похудел, она такая, ну что это такое? Ну кожа до кости, ну Владик, ну когда ты уже поешь, да? Бабушка, она такая. А вот эта бабуля говорит, иди работай. Если я реально такой бездельник, я понимаю, почему она это говорит. А еще я нашел вот такую вот желтую штуку, с которой можно взаимодействовать. Что? Я могу так передвигаться по городу. Зацените! Это же просто офигенно. Давайте посмотрим на мини-карту, что я могу поделать. Например, где моя работа предстоящая? Вот, например, работа в бургерной. Почему бы и нет? Я думаю, что в таком вот возрасте, когда ты еще молодой, можно работать в всяких бургерных и так далее. Там работы много, платят в принципе неплохо. Еще и можно поесть, да, кормят очень вкусно. А из такого, да, я раньше вот в детстве почему-то хотел стать бухгалтером. Почему здесь штрафы не выписываются за это? Потому что если бы выписывали бы штрафы, мне капец был бы. Я бы здесь вообще никогда бы не разбогател. Да, хотел стать бухгалтером, потому что у меня мама была бухгалтером. Вот, а папа как бы, ну вот, он просто жесткий бизнесмен. И я особо в детстве не понимал, чем он занимается. То есть он был везде, всегда, всем нужен, зарабатывал деньги. И я не понимал, как он это делает. Поэтому я, ну, более понятную для себя профессию убирал. Это бухгалтер. Я думал, что пришла зарплата, я начал выплатить, все. Бухгалтерская работа сработала. Но на самом деле нет, это тоже очень сложно. Мы сейчас перескочили через такой мост. То есть мир очень большой. И работ здесь тоже очень много. Я так понимаю, я даже смогу стать потом спасателем. Подождите, давайте сразу узнаем. Работа пожарным, потуши все пожары на острове. Пожарным или в бургерную? Пожарным или в бургерную? Я не знаю. Ну, наверное, в бургерную там побезопаснее. Я пока еще молодой, ничего не понимаю. Мне нужно много опыта набраться, чтобы быть пожарным хорошим. А у нас, кстати, есть ролик про пожарного. Где мы стали пожарным, если что. То есть у меня какой-то опыт все-таки есть. Мы на канале А4 снимали ролик, там, где я стал пожарным. У меня опыта много. Но в любом случае, мы пришли в наш фастфуд. В обли бургер. Окей, мы сюда заходим. Подходим к нашему главному повару, нажимаем F. И нам говорят, прочитайте заказ, положите ингредиенты на ленту. Нажмите кнопку, подайте бургер. А, в принципе, все легко. Погнали, давайте пробовать. Прочитаем заказ. Для начала нам нужна булочка, сыр, котлета и еще одна булочка. На ленту, значит, мы берем булочку. Э, как здесь булочку? Ой, ребят, я не знаю, как здесь... О, взял булку. Отлично, булочку кладем вот сюда. Нет! Я уже что-то испортил. Следующий заказ. Нужна нижняя часть булки. Так это же она. Вот, нижняя часть булки, да? Не работает так. То есть сначала все-таки верхняя часть булки. И мне еще, смотрите, сверху таймер. То есть мне нужно справиться с чем-то за 3 минуты. А у меня сейчас ничего не получается. Да как? У меня все неправильно. Я сейчас расплачусь, реально. Что за бред? Ну вот, нижняя часть булки. Я подхожу. Или нет, надо на ленту положить. Вот, ингредиенты кладутся вот сюда. Потом у нас идет котлетка. А я сразу пошел, типа, готовый заказ давать. А я еще его не приготовил, сори. Еще одна котлетка, потом. Вообще нам нужно 2 котлеты. Сразу ее сюда и положим. Дальше у нас идет сыр. Сыра нужно, по-моему, тоже 2, да? Да, надо 2 сыра, но это потом. Бам-бам-бам-бам-бам. Еще одна булка нужна. Верхняя, да? Все, положили. И нажимаем на кнопку. Е-мое, как нажать? О, я нажал. Все, сейчас у нас приготовится бургер. Слушайте, прикольно сделано, нравится. Бургер Матик 2000. О, зазужал. И? О, у нас готов вот такой вот миленький бургер. Теперь мы поднимаем его. Я дно булочки не положил. Оно не сработает так. Нет, а я могу добавить вот сюда вот. И сейчас возьму дно булочки. Вот оно вот такое вот. Пожалуйста, вот бы я мог. Пожалуйста. Мне просто нужно хотя бы один бургер нормально сделать. Меня сейчас с работы уволят. Я не знал, что работать с бургером так сложно. Все, хана. У меня бургер-уголек. Конечно же, его не примут, да? Я плохой работник. Да, я не смог ни с чем справиться. Стоп, все, собрались. Вот сейчас мы сделаем нормальный бургер. Низ булки. Вот, это нижняя часть булки. Мы ее поднимаем. Низ булки есть. Теперь вверх булки есть. Дальше смотрим. Нужно зелень и помидоры. Зелень взяли. Помидор положили. Помидорчик, я обожаю помидоры вообще. Вот что вы больше любите? Огурцы или помидоры? Вот вечное противостояние. Огурцы или помидоры? Напишите в комментах, что вам нравится больше. Я обожаю помидоры. Сразу говорю вам, ребята, помидоры, это ван лав просто. У меня осталось 35 секунд. Проверяем заказ. Вверх, низ булки есть. Зелень, помидоры есть. И котлетка есть. Все. Нажимаем на кнопку и активируем. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте мы сделаем один нормальный бургер. Хотя бы один. Так, там что-то испекается. И... Готово. Посмотрите, какой он вкусный. Обалдеть. Это вообще просто хайп. Так, берем, приходим и сдали. Отлично. Работа не сделана. 12 долларов заплатили за один бургер. Ну, слушайте, ну тоже неплохо. Ну, 12 долларов, это хорошо. Давайте отнесем их в банк. Ам-ням-ням, говорит чел, и кушает мой бургер. Да, не за что, не за что. Я все знаю, я все понимаю. Я профессионал. Сразу бежим сдавать деньги и посмотрите, какая вонючая погода. Фей. Так, ну что, мы заходим и кладем деньги в банк. Мы, так сказать, с бургерами справились. Теперь давайте посмотрим, какая работа у нас есть еще. Ребята, кстати, у меня для вас тоже есть неплохая работка. Ну, она такая легкая, но зарплата просто миллиард долларов. Хотите такую работу? Изи. Подпишитесь на канал. Так и звучит это задание. Задание, двоеточие, подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться снизу. Нажимайте на нее и забирайте свои деньги. Не, ну понятно, что миллиард вы, конечно, не получите, но, пожалуйста, подпишитесь на канал. Но это же реально так просто. Нажмите на эту кнопку. Она снизу. Работа на скорой. Слушайте, попробуем? Или таксистом станем? Я еще таксистом работал. Вспомнил. Все, работа на скорой отменяется. Мы становимся, ребята, таксистами. Я вам сейчас расскажу. Вот как понять, что клиент будет хороший, да? Вот я вам сейчас рассказываю. Если вы работаете эконом, комфорт, комфорт плюс водителем. Если клиент садится и говорит, трогай, шеф. Все, клиент нормальный. С ним и поговорить можно, и послушать всякие истории. И он послушает, как там смена закрывается и так далее. Все дела. Давайте, погнали. Эй, дружище, помоги мне клиентов развести. Да, без проблем. Найди пассажиров, остановись в круге, чтобы подобрать пассажиров. Развези в нужные места. Без проблем, поехали. Пассажиры, вон, справа три человека. Но если вас больше трех, я не повезу. Места в такси ограничены, так сказать. Так, подъезжаем сюда, в парк аттракционов. И подбираем какую-то разволосную девочку. Окей, забрали ее и поехали. Слушайте, здесь, кстати, механика машины сделана. Можно расшибиться нормально так. Тормозит она хорошо, а вот поворачивает не очень. Я знаю короткую дорогу. Малышка, не переживай. Я говорю, я этот город знаю как своих пять пальцев. Я здесь первый день, если что. Сюда, а тормозились. Отлично, справились. Слушайте, у меня есть три с половиной минуты, чтобы поработать. Или нужно сделать пять заказов. Пять заказов это очень просто. Я Доминик Торетто. Едем на красный, пофиг. Малыши, а откуда у вас деньги на такси? Я не понял. Ладно, неважно, поехали. Едем и сокращаем. Ой, нет, ой, нет. Тихо, тихо. Малыши, карандаши делали зарядку. А на пятом этаже мама грызла пятку. Ой, тихо, спокойно. Сзадним ходом, задним ходом. Спокойно. Едем, едем, едем. Еще задним ходом, задним ходом, задним ходом. Слушайте, я реально, я просто как Доминик Торетто. По всем буграм проехал, но самое главное, что справился. Слушайте, ну время быстро заканчивается. Я вот думал, что я смогу справиться. А сейчас уже какие-то сомнения у меня, потому что город очень большой. И заказы в рандомных местах. Я помню... Это капитальный ремонт, ребята. Все деньги, которые я заработал, я думаю, что я сейчас всажу. Да е-мое, машина неповоротливая, блин. Подбираем девчонку. Она вот была в магазине одежды. Сейчас я ей начну рассказывать историю. Нет, так-то я для души таксую. У меня бизнес свой. Я вот блогер. А, да-да, зарабатываю. Ну, какие-то деньги могу заработать, да. Такси, это же, ну, это дело такое, сами понимаете. И поговорить с кем, и историю знать, и помочь кому-то. Вот недавно собаку беременную вез. Да, родила прямо здесь, на вашем месте. Да, я еще не убирал. Все, пока, давай, удачи. И не забудьте поставить 5 звезд. Слушайте, я в роль нормально вжился. Здравствуйте, а вы можете заказик отменить? Ну, комиссия, сами понимаете. 25% вы вообще представляете вот это. А так я бы вас завез просто. Ну, сколько вам там пишут приложение? 600 рублей? За 850 и рванули. А так просто за 100 рублей мне нет смысла ехать, солярка дорогая. Это четвертый из 5 клиентов, и у нас остался крайний клиент. Ой, бабка, извините, я вашего сына сбил, ничего страшного. А что он ходит там, где не надо? Ну, вы сами вот пораставляли, блин. Поехали, поехали, тут немножечко сократим. Тут клиенты где? Они около пиццерии находятся. Слушайте, я еще хочу поработать в пиццерии. Мне кажется, будет очень прикольно. Но перед этим мы завезем нашего последнего клиента. Стоит 40 секунд, но я должен успеть. Да, я успеваю. Сюда. Ой, меня выпрызнуло с машины. Работа сделана. А где мои деньги? Не понял. Новая задача покупка одежды. О, это да. Одежду купить, конечно, хорошо. Задача выполнена, первая работа. Да, у нас тогда даже задача закрылась. Магазин одежды. Ну, давайте сходим. У нас вот новое задание появилось. Сгонять в магазин одежды. Так давайте приоденемся, конечно. Мы становимся солидными людьми. Нас бабка из дома выгнала. Мы должны прийти к ней. Красивые, одетые, объетые, покушанные. Как еще сказать? Короче, чтобы все было клево. Так, заходим. И что мы здесь видим? Куда нужно подойти? Вот сюда. Что мы можем купить? Штаны. Первым делом нужно купить штаны. О, капец они дорогие. Вот это себе. Ноги курицы, прикольно. Тюремная не надо, потому что будут думать, что тюремщик на работу брать не будут. Трусы тоже не надо, блин. Ну вот эти, кстати, прикольные шортики такие. Оп, сюда. Теперь вот такие вот мы сильные люди с желе. Кстати, а может быть еще верх можем купить? Вау, блин, прикольно. За 30 долларов давайте купим. Ну, чтобы, так сказать, уже быть полноценным членом общества. У меня 6 долларов в кармане, нужно срочно идти работать. А следующая наша работа находится напротив. Вылечить всех клиентов. Мы сейчас переходим, перепрыгиваем вот этот вот забор. А можно ли перепрыгнуть его? Вот в чем вопрос. Наверное, нельзя. А если от мусорки? И раз. Ой, я застрял. Я в мусорке застрял. Помогите, я застрял в мусорке, помогите. Блин, я не хочу бабушке звонить, чтобы она мне доставалась мусорка. Я хочу ей доказать, что... Ох, ох. Соло. Теперь пора лечить людей. У нас стоит вот такая вот метистра, мы к ней подходим. И мы уже выглядим хорошо, она нам говорит привет. Я ей говорю тоже привет. Сядьте в скорую и найдите пациента. Погрузите пациента в машину и ставьте пациента в болицу. Так без проблем. Это вообще изи для меня. Я только что таксистом работал. Для меня это вообще как раз плюнуть. Ой, только что-то машина медленная, ребята. Очень медленная машина. Ого. А ехать-то нам куда? Ехать далеко. А мигалки почему я не могу включить? Могу хотя бы сигналить? Да. Ой, мигалки включил. Все, РП отыгрываем, ребят. О май гад. Мы в какой-то порт приезжаем. Где-то вот в порту мы должны найти... Ё-моё, клиента. Я застрял. Ой-ой-ой, это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Я так понимаю, сюда я не запрыгну. О, не. Я проваливаю задание, походу. Ребята, задание 100% сейчас будет провалено. Я уверен в этом даже. Ладно, сиганём. Погнали. На свой страх и риск. Отлично. Машина немного побита. Но здоровье клиента, ребята, на первом месте. Да ё-моё. Что ж ты тут сюда паркуешь? Ну, у меня сломалась сигнализация на скорой. Кто тут? Кто больной? Я там ещё кого-то сбил. Так, спокойно. Тихо. Тишина, ребята. Давай-давай-давай-давай. Заезжаем. Ой. Как мне его засунуть туда? Давай-давай-давай. Сюда. Всё, отлично. Никуда не упади. Только главное, чтобы он не выпал. Главное, чтобы не выпал клиент. Потому что мне нужно... Куда ты выпадаешь? Ты что, с ума сошёл? Блин, мне в больницу его срочно нужно. Поехали. Мужик, я тебя так довезу. Или как тебя довезти-то, я не знаю. О, а можно вот на этой погрузить его? Нет, нельзя. Ё-моё, что ж мне делать? Две минуты. Как мне спасти человека за две минуты? Я его просто вручную тащу через всю карту. О, походу, нашёл. Спокойно. Задача понятна. Ни слова больше. Опа, поехали. Ой, мужик, упал лицом вниз. Ладно, донесём, донесём. Подскажите дорогу отсюда, как выбраться? Ладно, пойдём через канализацию. Пофиг. Ладно, врач я плохой, согласен. Пациент, ты никому не рассказывай только, чем ты занимался. Нужно сходить в мэрию и получить там пропуск. В смысле, нельзя? Окей. Я же сказал, без пропуска и мэри тебе туда нельзя. Так можно мне клиента забрать? Дай клиента, ты козёл. У меня клиент больной. Вы посмотрите, он в какашках плавает. Я потерял своего клиента в канализации. Я даже не знаю, что я буду говорить врачу. А можно я вот так вот аккуратненько, аккуратненько? Нельзя. Ребят, я потерял клиента. Возродиться. Где я? Что я? Кто я? Ну всё, клиенту хана. Всё. Ой, я так и знал, что нужно в пиццерию идти работать. Я просто с людьми ещё не способен, понимаете? Вот взял я этого человека, уронил головой в пол. Он лежит весь окровавленный в канализации. Ну всё, с меня, ну я не буду никакой ответственности нести. Меня не пустил человек из канализации забрать человека. Я так скажу. Его посадят. Вот этого человека, кто вот это меня не пустил, его посадят. Потому что я был на экстренном задании. Работа не сделана. Да что вы? Да что вы говорите? Так, ладно. Я хочу поработать в пиццерии. Мне кажется, что в пиццерии у меня всё получится. Я готов работать. Вот, свободные руки. Привет. Добро пожаловать в пиццерию. Забери пиццерию, развези пиццу. Доставьте всю пиццу, пока не кончилось время. О, это на время. Так, пицца моя. Отдай пиццу, ну! Всё, побежали. Побежали, 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 побежали. А на какой машине мы поедем? Не, ну надо на пиццерийской. Тут есть пиццерийская машина? Или вообще вот на этой? Ой, э, блин! Да что ж ты будешь делать? Я что, пешком должен эту пиццу доставлять? А нет, вот, смотрите, есть специальная машина для пиццы. Ё-моё, не заметил сразу, ну что ж такое? Так, прыжок, сейчас тихо. Ё-моё, пицца! Нет времени. Так, тихо, пицца, давай договоримся. О, отлично, поехали. Срочно, газ в пол. Пицца остывает. Газ в пол. Тихо, тихо, через мосты. Поехали. О, мост сводится прямо передо мной, отлично. Налево, ребят, и прямо, и тихо. Проверь. Давайте договоримся, что вы этого не видели, пожалуйста. Тут ещё такая музыка играет. Ля-ля-ля, всё хорошо. У меня 6 долларов на кармане, меня бабка из дома выгнала. Какое всё хорошо. У меня даже дома своего, собственно, нету. Мне жить негде. Это сюда или нет? Нет, это даже не сюда. Да и камон. Ну что с этими заказами не так? Спокойно налево. Ну кто куда тут заказал пиццу? Я еду по железной дороге уже. Мне сейчас штраф выпишут, у меня столько денег нет. Какой дубень на пляж пиццу заказал? Кто это? Покажите. Ты что, больной? Ты что, дурак? 20 долларов? Я тут жизнью рисковал. Открыт костюм пиццы. О, я теперь могу стать реально прям доставщиком пиццы. Прямо с настоящим костюмом. Так, чтобы деньги не потерять, я хочу сейчас закинуть их вот сюда. И поехали. Поехали теперь на другую работу. Бабуля, слышишь меня? Я не отдыхаю, я работаю каждый день. До потного лица работаю. Кстати, насчёт потного лица, ребята, секундочку. Оп, оп, оп. И мы в пожарной части. Чем я могу здесь заниматься? Чем я могу быть полезен? Как я могу украсть, заработать у вас денег немного? Приветик, здорово. Приезжай на пожар, возьми шланг, поливай огонь водой, чтобы его потушить. Да вообще без проблем. Да это изи. Только у меня 4 минуты. 10 пожаров надо потушить за 4 минуты, вы чё? Не, это уже много. Это уже, ребят, перебор какой-то. Поехали на первый пожар. Давайте вообще посмотрим, каково это тушить пожары. Может быть, это какой-то обуз, жёсткий денег будет. Но мне кажется, что нет. Потому что пожаров, 10 пожаров за 4 минуты. Как это возможно? Мне нравится, что пожарная машина хотя бы умеет разгоняться. Это уже приятно. Только, блин, чё так пожары далеко находятся, ребят? Да я пока доехал, уже минуту потратил. Как я могу потушить весь пожар? О, кстати, надо включить сфигалки. О, нормально, мигалочки включили. Налево, 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 ребята, спокойно поворачиваем. Я не могу войти в поворот, очень много времени теряю. Я сейчас буду плакать, реально. Пропустите меня, быстро, откройте шлагбаум. Правильно, шлагбаум открыт. Да забор, ну серьёзно. Ну последнее, что может здесь сломаться, это забор. Да ё-моё, ну блин, 2 минуты остаётся. Как мне это всё потушить? Мне ещё нужно разобраться с механикой. Так, что мне делать? Как взять шланг в руки? Я не могу взять шланг в руки. О, пошёл. Поливаю, поливаю, ребята. Я вообще хоть, хоть один потушил огонь. Вроде да. Бегаем, бегаем, прыгаем, прыгаем. Один пожар из 10 потушен, и я получил всего лишь 5 долларов. Этого очень мало. Ну как тушить? Я туда даже пройти не могу. Потушили. Отлично, 3 пожара уже потушили. И вот там возгорание, я не знаю, как его там предотвратить. Могу вот так вот под углом? Потушил, отлично. Давайте, 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 давайте. А длины шланга на сколько хватает? Нет, всё, хана. Не хватает длины шланга, надо подъехать срочно. У меня ещё целая минута. Вышли, вышли, взялись. Взялись, я сказал. Тушим, 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 тушим. Капец, там всё горит. Отлично, первый есть. Ну, потушил. А где там ещё один горит? Мне показано на карте. О, ещё один, всё, потушил. Садимся, 30 секунд, 30 секунд, ребята. Если я справлюсь с этим заданием, мне заплатят 50 долларов. Это хорошо. Надо быстро, надо быстро. Да не могу я взяться. Я уже бешеный становлюсь. Тушим, 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 тушим. Давай, 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 15 секундочек. Ну, давай, малыш. Давай, мой маленький мальчик, 12 секунд. Ну, надо успеть. Ну, последний, последнюю. Три, два, один. Работа не сделана, 5 долларов не доплатили. Слушайте, 45 долларов, это тоже неплохо. О, стоп, а я куда-то забрёл. Помоги нам избавиться от токсичных откодов. Ребят, погодите, а где это я? Я на свалке здесь. Забери бочки, погрузи грузовик, отправляйтесь в карьер и избавьтесь от бочек. Так, давайте. Они взрываются, у меня на ядерной станции какая-то беда происходит. Ё-моё, так, бочки. А сколько бочек надо? 5, хорошо, будет. Надо 5, значит, сделаем 5. Две бочки, надо с собой взять ещё. Третья, пошла, пошла. Четвёртая, стой, тихо, тихо, не взрывайся, не взрывайся, не взрывайся, токсичная бочка. 4 и последняя, 5. Отлично, 5 бочек, мы работаем с токсичными отходами, ребят. Опасно, опасно, опасно. Так, ещё денюшки, мои предыдущие. Ой, я уже зелёный, стойте. Ой, а что я позеленел? Ё-моё, надо закрыть машину. Всё, и поехали. Тут очень много радиации, ребята. Как я случайно забрёл сюда? Интересно. Бочки, 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 ну ё-моё, ну что ж я такой? Ну, блин, я сейчас буду плакать, реально. Бочка взорвалась. У меня теперь 4 бочки, а не 5. Я за бочкой, сейчас приду. Ну да запрыгни ты. Ну, Глентик, ну ты же хочешь заработать денег. Ну, пожалуйста. Ладно, спокойно, спокойно. Я сказал спокойно, ребята, мы мужики, мужики не плачут. Да, я тебе одну бочку сказал, это моя. Не взрываемся, не взрываемся. Пойдём, пойдём со мной, бочечка. Я тебя очень сильно люблю, ты приносишь мне деньги. Положили, положили. Едем очень аккуратно, едем очень-очень аккуратно. Мне нужно как-то заехать в этот карьер. А как? Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно поехали. Не очень безопасным путём мы... Нет, 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 тихо, спокойно. Я жонглирую просто этими бочками. Тише, тише, тише. Я везу просто ядерные отходы. Так небережно вообще, конечно. Ну ладно, у меня целая минута. Оп, спокойно. Отлично, выходим из машины. Дали ещё одну. Ещё две, сразу две взял. Вот говорю, грузчиком у меня получается. Ой, нет, 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 грузчиком не получается пока работать. Спокойно. О, там что-то кушает, это, смотрите. Там какой-то монстр пожирает эту всю штуку. Кушай, 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 монстрик. У тебя есть 30 секунд, чтобы поесть. Я и деньги сохранил. И ещё одну работу с ядовитыми отходами справился с ней. Ням-ням-ням, он кушает. Ням-ням-ням. Бабушка, ты мне не верила, ты мне не верила. Давайте деньги сюда платите. 50 баксов сюда. Менеджер отходов. Я заработал ещё одну ачивку. И у меня открылся костюм химзащиты. Неплохо. Ну всё, теперь я запаковываю свои деньги и точно еду в банк сдавать их. О, банкомат. Сюда. Ну куда ты что-то сигналишь, ну? Ах, ездные. О, мои денежки. Плюс 95 долларов. Отлично. У меня 121 доллара, это неплохо. Стоять, стоять. Не понял, ещё раз. Такси мне не надо, денег стоит. Я только что заработал, не хочу тратить. Ну вот, моя машинка, 100%. Спамлю F сюда. Ой, я подсяду? Реально, мужик со мной сел. Стоп, а почему мужик в шляпе едет со мной? А, он такой, типа, лёгкий на подъём, ему такой, давай махнём кое-куда. И он поехал. Смотрите, ребята, мы заехали в абсолютно какой-то другой остров. Это, знаете, как в ГТА, типа, есть города поменьше. И вот мы сейчас куда-то вот сюда заехали. Я тут ещё по пути на одну работу заехал на рыбалку. Ребята, у меня вот клюнуло, но я не понимаю, как мне достать рыбу. Не понимаю, вот просто не понимаю. Я забрасываю, да? Жду, когда у меня клюнет. Вот, рыбка, попробуй червячка, попробуй. Оп, и теперь вот, я нажимаю, а оно не нажимается никуда. О, тихо, я понял, я понял. Вот, что нужно сделать. Всё, 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 нужно просто противодействовать этой штуке. Подсекаю, подсекаю, подсекаю. Спокойно, ты уже не уплывёшь. Стоять, я тебя потом продам. Или буду сам кушать. Бабушка говорила, что мне ничего не получится, а у меня получается. А, отдай сюда. Ты моя рыбёшка. Да ё-моё, очень сложно поймать рыбу. В этой игре прям нереально сложно. Сюда иди, сюда, да иди ты. Блин, бешеная рыба. Сколько ж она весит? Надо подсекать. Вечно нужно подсекать. Ещё, 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 ещё чуть-чуть. Сюда, нет. Ну последние миллиметрики сорвалась. Фух. Сюда иди. Э-э, моё. Я поймал артическую треску. Новая задача рыбалка. В смысле? Что мне с ней делать? Что мне с этой треской делать? Мне её нужно, я так понимаю, куда-то кому-то продать. Ладно, плыви. А мы поедем на байке дальше. Блин, на байке вообще круто кататься. А я сейчас заработаю денег и куплю себе байк обязательно. Мы в таких горах сейчас находимся, но это нам надо. Сейчас мы приедем на одну очень интересную работу. Отлично, отлично, отлично. Заезжа. Ой, простите, простите. Извините, не сигнальте, не надо. Мы приехали. Ребята, зацените. Тут стоят такие вот картинки, такие гонки настоящие. Как насчёт того, чтобы сделать кружок другой? Да без проблем. Домчи до следующей контрольной точки. Проходи контрольной точки, чтобы получить больше времени. Доберись до финиша, пока не кончилось время. Поехали. А мне же это денег заплатят или нет? Всё, поехали. Реально, а деньги заплатят? Ой, ё-моё. Едем, 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 едем. А тут что происходит? По стене можно проехать и ускориться. Эти штуки ускоряют неплохо так, но очень мало, конечно. Чел на байке, свали. Ух ты. Домерико торретто. Едем задом. Едем передом. Полицейский разговорот. Прямо сейчас, на ваших глазах. Слушайте, ну мы уже много проехали. Наверное, весь город. Я даже, если честно, не понимаю, где финиш. А вон, вон, вижу. Финиш на месте. Заплатят ли мне деньги за то, что я профессиональный гонщик? Вот в чём вопрос. Да, заплатили какие-то. Обалдеть. И мы вышли прямо оттуда, откуда начинали. Мне заплатили 40 долларов. Работы здесь ещё очень-очень много. Но мы, я думаю, заслужили, чтобы сходить в магазик. Сейчас, сейчас надо украсть машину. Оп. Сюда. Угнали. Стоять. Ладно, едь. Я нашёл что-то другое. Ребята, а это что за читерский способ передвигаться по городу? Полетели. Ой. А как не разбиться? Ой, я разбился. О май гад. Я всё сломал? Спокойно. Опа. Ай, 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 ай. Больно, 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 больно. Продаётся. Сколько? Полторы тысячи за такую красивую виллу. О, блин, я хочу. Пустите посмотреть, а. Ну, пустите посмотреть. Ну, дайте хоть взглянуть глазком. Каково это там жить? С фонтанами. А ещё смотрите, здесь можно зайти в каждый дом и, ну, зайти и переодеться в шкаф. То есть, чтобы не бежать, допустим, только в свой дом, можно вот так вот заходить. Вот в такую вот прекраснейшую виллу. Просто посмотрите, какая красота. Мы заходим и переодеваемся. Вот, например, можно выбрать вот такой вот шлем. Или вот такую вот кепку. Или вот вообще, обалдеть. Костюм химзащиты. Вверх. Бам. Не, вот такой вот, мне кажется, вверх будет красивее. Или вот такой. Не знаю. Вот такой, наверное. И низ вот такой. Вау, что я за стилёвый чел. Я сейчас приду к бабушке, она меня вообще не узнает. Ребята, взгляните, что я нашёл. Вертолёт полицейский. Не знаю, могу ли я его угнать. Могу. А, вот. Е вверх, кью вниз. Погнали. Вау, я летаю по городу. Бабуля, ты в меня не верила. Посмотри сюда. Приземляемся спокойно, спокойно. Чик, приземлились. Отлично, вышли. И давайте зайдём в магазин. Посмотрим, что ещё продаётся. Потому что деньги есть, надо выглядеть красиво. Вверх. Нужно что-то презентабельное. 80 долларов, блин. Ну, выглядит прикольно. Мусорное ведро? За 100 долларов? Нет. Блин, вот это прикольно выглядит. И низ есть какой-нибудь официальный? Во. 130 баксов. Брать, не брать? Ну, зато как бабушка будет гордиться. Ой-ой-ой, ну что за прям паренёк. Ну, не хватает мне денег на такое. Нет, ладно. Всё-таки пока побудем как бомж, нужно сначала обрастись своим жильём. Я так понимаю, в центре будут дома подешевле. Давайте слетаем, посмотрим. Тише, тише, тише. Главное, никуда не врезаться и не взорваться. Ой, вот здесь жить вот в такой прям общаге? Ну, слушайте, не знаю. Как будто это жёстко. О, я не знаю, ребята. Сколько здесь стоит квартирка? 500. Блин, ну нормально. Здорово. Привет, дружище, не хочешь мне помочь? Здесь мы должны найти деревья помеченные, струбить их и переработать в древесину. Мы взяли топор. Поехали. Э, нам нужно найти помеченное дерево. Погнали. Вон оно, помеченное. Такое высохшее, да, давайте. Как его рубить-то? О, струбил. Теперь берём его и понесли вместе с топором назад на лесопилку. Ой-ой-ой, главное не упасть. Главное не упасть, ребята. Я просто катаюсь на этом дереве. Всё, отлично. Теперь, смотрите, я ещё заметил, что можно взять машину. Мы открываем багажник этой машины. Заходим. Бросаем сюда топор. Закрываем багажник. И поехали, порубим немного деревьев. Это будет полезно. Ещё одно наше дерево будет доставлено прямо сейчас куда-то в другую сторону. Это не здесь. Ребята, извините, простите. У нас тут уже готовые доски. Мне их тоже нужно, оказывается, переносить. Отлично. Всё, сейчас дерево идёт распиливаться. И теперь мы должны подобрать вот эти вот доски и принести вот сюда. Я тащу сразу две доски. Ах, 20 долларов за два дерева. Короче, лесоруба это невыгодно, ребят. Сразу вам говорю, потому что 20 долларов за два дерева, а остальные деревья, посмотрите, как далеко находятся. Тупо через весь остров надо ехать, чтобы деревья срубить. Ладно, заплатите хотя бы мои 20 долларов, и я поехал. Кстати, пока деньги не пришли, нужно вернуться в город, чтобы были близко банкоматы. Куда я лечу? Ё-моё, ребята, это капец. Возродиться. Где я? Ой, я на остановке. Через 13 секунд у меня появятся деньги, и мне некуда их будет класть, понимаете? Мне заплатят эти 20 долларов, они около меня выпадут, а банкомата рядом нет. Это жесть. Я не знаю, что с ними делать. Вот они. Легенда лесорубов. Я, кстати, получил ещё одну ачивку. Куда мне эти деньги девать? Пускай тут пока полежат, я не знаю. Я вам хочу так сказать. Зарабатывать деньги, конечно, нужно, да. И покупать квартиры нужно, и машины купить нужно. Это всё, конечно, нужно. Но и не надо забывать про развлечения. И сейчас мы одним из этих развлечений займёмся. Я не знаю, как это будет выглядеть, даже очень интересно на это посмотреть. Но иногда нужно инвестировать свои деньги в эмоции, поэтому мы это прямо сейчас и сделаем. Приземляемся вот сюда. Выходим и подходим вот к этому месту. Привет, чел! Полетели. Прыжок с парашютом 50 долларов над райским островом. Погнали. Мы полетели. Вот наш самолёт. Мы прыгнули. На буквочку 3 отстегнуть парашют. Вау, так это же кайф. Может так телепортироваться между городами? Тоже будет, мне кажется, быстро. Но очень-очень дорого. Согласен. Посмотрите, какой огромный этот мир. И тут очень много работы. Если вы наставите много-много лайков, мы снимем вторую часть по этой игре, потому что работа здесь ещё вот так. Я сейчас врежусь своим парашютом, куда мне не надо врезаться. Блин, нет, не надо. Ну и где я? Куда я приплыл? Я утонул. Я просто утонул. А, прикиньте, ребята, сейчас ночь, поэтому машин нет. Посмотрите, улицы пустые. И мосты разведены. А как мне на тот остров попасть? Прыжок? Нет, нет, не надо. Вот поэтому нужна своя машина. Вот чтобы вот так вот взять и заказать. О, катапульта. Погодите-ка. А это же то, что мне нужно. Ой, вот так. Столько катапульта слабенькая. О, мосты открылись. Так, мы зашли в какой-то магазин. Легко, среднее, сложное. За 75 долларов возьми металлоискатель ищи закроющие области, отмеченные кругом на карте. Да, сложное. За 75 долларов я готов. Это я должен был заплатить 75 долларов? Да ты чё? Это же жесть. Это скам года, посмотрите как. Это капец, это надолго. То есть я должен бегать по этому кругу и искать сокровища? Реально, вот вы сейчас это говорите. Ну всё, теперь я снова бомж. Это капец. Зато я знаю, что где-то здесь лежат сокровища. Прекрасно. Бабушка, возьми меня назад к себе.